Вы спите так же долго, как летучие мыши? Или так же мало, как козы? Хотя откуда вам знать, верно? Давайте проверим, какие животные любят поспать, а какие могут месяц обходиться без отдыха. А как насчет животного, которое не спит вовсе? Городской житель, что ли? Улитка. До нескольких лет. Этот брюхоногий моллюск может спать до 15 часов, периодически просыпаясь и засыпая снова. После этого улитка будет сохранять активность в течение 30 часов. Но в экстремальных условиях, например во время засухи, улитка может уснуть на несколько лет. Лягушка. Целую зиму. В тканях лягушек высокое содержание глюкозы, поэтому их жизненно важные органы не промерзают, даже если тело животного полностью покрыто льдом. Лягушки не дышат и их сердце не бьется в течение всей зимы, до тех пор, пока не наступит весна. И все это время лягушка спит, по крайней мере на первый взгляд. Самое интересное, что проснувшись после спячки, лягушка почти никогда не засыпает, всегда оставаясь начеко. Питон. До 23 часов. У этих крупных змей нет глазных век, поэтому по ним сложно определить, когда они видят, а когда нет. Питаются они обычно где-то раз в неделю, а в остальное время переваривают пищу, потому что этот процесс отнимает много энергии. Так что неудивительно, что питон спит от 18 до 23 часов и просыпается только, чтобы немного прогуляться. Коала. 22 часа. Эти очаровательные мишки не ленивы, им просто требуется много энергии, чтобы переварить свою пищу с высоким содержанием клетчатки. Кстати, любимая поза сна у коалы, удобно усесться между ветками деревьев или повиснуть на них. Малая бурая ночница. 20 часов. Эта крошечная ночная жительница спит вверх ногами до 20 часов в день. Кстати, эта поза помогает ей взлетать, ведь у летучих мышей слишком слабые ноги, чтобы подпрыгнуть с земли. Морж. До 19 часов. Обычно этот морской гигант спит так долго на берегу. А вот в воде все совсем иначе. Морж может обходиться без сна до 84 часов. Время от времени он задерживает дыхание минут на 5 и дремлет под водой. Для этого он хватается зубами за льдино, чтобы его не унесло течением. Гигантский броненосец. 18 часов. Гигантских броненосцев нельзя назвать социальными животными. Большую часть времени они спят в своих норах. Броненосцы собираются вместе только для того, чтобы спариться или согреться. Северный опоссум. Тоже 18 часов. Самое интересное, что он может проводить в обмороке до 4 часов. Это происходит, если животное очень напуганно. Несмотря на то, что опоссумов часто изображают свисающими с ветки деревьев, за которые они цепляются хвостом. Это могут делать только детеныши. Взрослые животные слишком тяжелые, чтобы удержать свой вес хвостом дольше, чем на 2 минуты. Ночная обезьяна. 17 часов. Эти животные спят в течение 70% всего дня, обычно от восхода до заката. Только после наступления темноты обезьяны выбираются из своих укрытий, чтобы добыть себе еды и занимаются поисками до самого восхода. Прямо как я по ночам. Тигр. 16 часов. Этот мощный хищник спит в течение 65% всего дня. При этом он не особо требователен к месту отдыха. Тигр может спать на камнях, траве, неподалеку от добычи. Все подойдет. Белка. 15 часов. Эти очаровательные животные выглядят игривыми и очень активными, но их внешность обманчива. Большую часть времени, а именно 60% дня, белка спит. Белки строят особое гнездо из листьев и веток, оно называется гайно, и спят там. Кошка. 12-16 часов. Хотя может показаться, что ваш домашний котик только и делает, что спит, на самом деле это не так. Дело в том, что активность кошек приходится на темное время суток, когда обычно спите вы. Поэтому ваши пути с кошкой просто не пересекаются. Только если ваш любимец не устроит охоту на ваши ноги в 3 часа ночи. Фрегат. 12 часов или 45 минут. Когда эта птица находится на земле, у нее очень необычный распорядок сна. Фрегат спит 1 минуту, затем просыпается и через секунду снова засыпает. И это продолжается до тех пор, пока фрегат по минуте не наберет 12 часов сна. Но в полете эта птица спит только 45 минут в день, обычно после наступления темноты с интервалами по 10 секунд. Сурикат. 10-12 часов. Когда эти забавные маленькие существа спят, они собираются всей стаей в один меховой ком. Таким образом животные согревают и защищают своих лидеров, которые обычно спят в самом низу. Выдра. 11 часов. Выдры спят много, хоть это и небезопасно для них из-за хищников. Кроме того, их во сне может унести течением. По этой причине выдры часто вместе спят на спине на поверхности воды. Они держат друг друга за лапы, чтобы никого не унесло течением. Ленивец. 10 часов. 10 часов. Знаю-знаю, ленивцам нужно поддерживать свою репутацию. По слухам, они спят по 15-19 часов в день. Но это касается тех ленивцев, которые живут в неволе. А вот дикие ленивцы редко спят больше 10 часов в день. Ведь самому медленному животному на планете нужно искать себе пищу и затем ее есть. Человек. 6-8 часов. Да, мы тратим 25 лет или треть нашей жизни на сон. Конечно, если вы не младенец. Иначе будете на одном уровне с тиграми и их 16-ю часами сна. С другой стороны, если вы трудоголик, то можете оказаться на другом конце нашего списка. Овцы и козы. 4 часа. Эти животные спят 4 часа в день, но не сразу. Вместо этого они дремлят несколько раз в день с перерывами. Когда овцы и козы спят, они собираются вместе, чтобы согреться и защитить себя. А еще они по очереди приглядывают за хищниками. Муравей. 4-5 часов. Это насекомое спит по одной минуте много раз в день, в итоге набирая 5 часов сна. А вот королева может спать намного дольше, где-то 9 часов. Ну, она же монарх как-никак. Слон. 3-4 часа. Слон очень крупное животное, поэтому ему приходится тратить 19 часов, чтобы наесться. Спит он обычно стоя, опираясь о дерево или лежа на боку. Но в лежачем положении он может находиться не более получаса. В противном случае его внутренние органы сильно сдавливаются. Жираф. 30 минут. Жирафы не могут позволить себе много отдыхать, потому что они должны быть начеку из-за хищников. Их получасовой сон разделен на короткие пятиминутки в течение дня. Из-за длинной шеи жирафу очень трудно найти удобную позу для сна. Именно поэтому он часто спит стоя. Но иногда он все-таки опускается на землю и засыпает, свернувшись забавным калачиком. Кит. 1 час. У кошелотов удивительная поза для сна. Они висят в вертикальном положении прямо под поверхностью воды. Их сон разбит на короткие промежутки, которые в общем и целом составляют где-то 1 час в день. Во время сна эти гиганты не двигаются и не дышат. Детеныш касатки. Не спит, пока не повзрослеет. Детеныши касатки не спят в первые недели, а иногда и месяцы своей жизни. Они продолжают плавать даже тогда, когда взрослые отдыхают. Это помогает им согреться и защититься от хищников. Дельфин. Никогда. Ну, практически. У дельфинов так называемый однополушарный сон. То есть полушария их мозга спят поочередно. При этом во время сна у них открыт глаз, противоположный спящему полушарию. Таким образом дельфин всегда остается на чеку и в движении. Как хорошо, что я не дельфин. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok